Мы, некоторые женщины, склонны быть слишком серьезными, тяжелыми, критичными, какими-то запаренными или загруженными своими заботами. На них как будто бы лежит балласт, изменяется осанка, меняется положение позвоночника, уголки губ свисают вниз, лицо полностью съезжает. Это аспекты вот этого балласта, вот этого чрезмерного груза на плечах женщины. Имеется в виду, конечно, не только физический аспект, но и эмоциональный. Но вот мы сегодня и отметим некоторые аспекты. Чем более радостная женщина, чем она более легка, подвижна, шаловлива, как девочка, тем более она светится изнутри, глаза ее горят, с ней интересно, она как будто бы не просто идет, а как будто бы парит, излучает радость, довольство своей жизнью. С такой женщиной, естественно, хочется общаться, быть с ней рядом, а уж для семьи или для своего мужчины она, конечно, будет всегда желанной. Такую женщину будут ценить и не захотят делить ее с кем-то или будут бояться потерять, конечно. Так вот, чем она более легка, радостная и светятся ее глаза, тем она кажется моложе. Это какой-то не совсем косметический трюк. В общем-то, это идет как будто бы изнутри. Вы сами всегда замечали, наверное, за собой такое, когда вы предвкушаете какое-то событие или чему-то радуетесь, каким-то незначительным вещам, может быть. Это может быть чашечка кофе, может быть поездка куда-то, может быть просто шопинг или еще что-то. Ну, какие-то ежедневные маленькие радости себе доставлять. Просто нужно позволять себе. Потому что ничто так нас не старит, как постоянная строгость, серьезность, какая-то суетливость, чтобы всем всего хватало. Например, если гости приходят, чтобы у всех все было, чтобы, не дай бог, какая-то грязная посуда на столе. Естественно, ты следишь за всем, но ты же и в то же время суетишься и передаешь эту суетливость. И гости себя чувствуют как-то скованно немножко. И в присутствии такой женщины у вас возникает ощущение, что вас будут оценивать, будут следить за вашим поведением. А может быть даже где-то и критиковать, где-то вешать ярлыки, ну и так далее. А вот молодость души – это способность шалить, радоваться, смеяться, быть открытой, веселой. Легкость – это вот легкость в поведении. И сразу возникает ощущение, что ты можешь с ней обо всем поделиться, поговорить. И что она молода, это женщина душой. Кстати, молодость души, она, наверное, важнее, чем молодость тела. Потому что если с человеком скучно, он всегда напыщенный какой-то, серьезный, запаренный, так сказать. То и радость, и какая может быть радость рядом с ним. Вроде бы девушка молода, и, ну, лицо, поведение, ну, как у бабушки. Ну, есть такие, знаете, такой типаж, вы, наверное, знаете, о чем я говорю. Очечки, скрипочка, две косички, бабушкины какие-то наставления. Ну, естественно, ребенок, девочка не виновата в воспитании. То есть она хронически серьезна. Теперь подведем итоги некоторые. Что является основным? Какие выводы можно сделать? Это умение расслабляться, позволять себе маленькие радости в течение дня. И просто планируйте, планируйте там прогулку по лесу, чашечку кофе. Просто съесть какую-нибудь пироженку для себя, и не ругать себя, и не рыдать над одинокой горошинкой в тарелке, или еще что-то в этом духе. Просто позвольте. Кстати, если вы себе позволите съесть булочку какую-то или пирожок с удовольствием, то вы не будете от этого набирать вес. А вот когда мы себя с поедом едим, то есть съедаем себя, критикуем, мы себя все время держим в рамках, не позволяем себе отступать от намеченного. Это, конечно, стезя мужчин, скорее всего. Ну, каждая пусть решает сама. Позволять себе свои радости, чтобы энергетически наполняться. Найти какую-то такую точку спокойствия внутри себя, который дает вам энергию изнутри, не снаружи, а именно изнутри, открывает какие-то ресурсы в вас самих. Причем каждый день. И планировать это нужно. Ну, хотя бы, если нет времени, но хотя бы в то время, пока вы делаете завтрак для близких, вы просто слушаете музыку красивую или какую-то аудиокнигу, надеваете наушники, делаете маску или то, что вам нравится. Или приходите вечером после работы, не торопитесь сразу со своими котомками, сумками, тяжелыми грузами бежать на кухню, запыхавшись, совершенно нет времени посмотреться в зеркало, просто расправить складку меж бровей. И третий аспект. Чаще повторяйте себе такую фразу. Запомните, девушки. Мне можно. Позволяйте себе, просто позвольте себе быть более расслабленной, более счастливой. Какие-то маленькие радости, чтобы за вас никто не ругал. Может быть, этих людей уже и в живых нет, а вот этот голос, он внутри вас сидит, знаете, как такой на плече маленький человечек и все время шепчет. Тебе нельзя, ты поправишься, ах, какая ты нехорошая девочка и все в этом духе. Это уже все в прошлом, вы взрослые люди, естественно, вы сами решаете, что вам можно, а что нет. Просто попробуйте эти рамки расширить, расширить постепенно свою зону комфорта, свою какую-то женскую сущность через внутренние блоки, убрать их. Ну, позднее мы поговорим еще, углубимся в эту тему. Я просто хочу затронуть внешность, как это отражается на лице, как это отражается на манере поведения, на вашей осанке, на том, как вы носите одежду. Даже если самая дорогая красивая одежда, а женщина запаренная, замученная, строгая, серьезная, то это не дает никакого эффекта, скажем так, мягко говоря. Ну и подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, я буду рада. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok